Здравствуйте, с вами Евгений Карташов. На свой рабочий имейл я получил достаточно много писем с просьбой рассказать, как сделать имитацию эффекта Instagram в программе Adobe Photoshop. Можно, конечно, пойти самым легким путем, скачать в интернете многочисленные экшены, которые имитируют этот эффект, но в целях обучения можно постараться сделать это и вручную. В этом уроке я расскажу, как сделать эффект Gotham. В этом эффекте изображения имеют черно-белую слегка тонированную гамму и высокий контраст. Делается это очень просто, с помощью корректирующих слоев. Дело в том, что экшены, которые мне попадались на эту тему, чаще всего записаны очень неграмотно с использованием разрушающего редактирования. То есть редактируется вообще непосредственно фоновый слой, к нему применяются команды, фильтры и прочее. И нельзя потом по вкусу отрегулировать силу эффекта или что-либо изменить. И если вам попадутся такие экшены, лучше сразу удалить их с компьютера, ни к чему пользоваться такими не очень грамотно написанными продуктами. Давайте приступим. Для того, чтобы нам сделать эффект в стиле Gotham, создадим сначала корректирующий слой, цветовой тон насыщенности. Здесь мы ставим галочку тонирование или Colorize в английской версии Adobe Photoshop. Насыщенность уменьшаем почти до нуля, оставляем где-то 4-5, примерно так. И сдвигаем цветовую гамму в более холодные оттенки. Примерно вот сюда 230, 231. Точно не надо выдерживать эти соотношения. Плюс-минус там 4-5 градусов никакой роли не сыграет. Вот мы получили слегка тонированное изображение в более холодные оттенки. Теперь нужно настроить контраст и еще немного подтонировать картинку. Для этого используем команду уровни. Урок рассчитан на начинающих, а начинающим с кривыми работать достаточно затруднительно. С уровнями значительно легче. Хотя кривые дают, конечно, гораздо большую гибкость в применении. Выставляем здесь следующее значение. Точнее, действовать нужно, исходя из картинки. На значение мы не смотрим. Нам нужно придать общий эффект. Я сдвигаю вот этот регулятор примерно до 80. Но нужно здесь обязательно смотреть на картинку, чтобы она слишком не затемнилась. Вот видите, картинка сейчас стала сильно темной. Поэтому я сдвигаю ползунок гаммы, чтобы осветлить светлые тона. Примерно до значения 1,7. 1,75. Вот так. Далее перейдем в каналы. Выбираем красный канал. Придаем изображению небольшую тонировочку. Вот так. И немного в светлых тонах. Еще раз повторюсь, что не обязательно повторять, даже нежелательно повторять точно вот эти значения. Используйте их как отправную точку. То есть, где-то можно сделать побольше, где-то поменьше. Нужно прежде всего ориентироваться на саму картинку. Также немного подправим гамму. Затем перейдем в зеленый канал. И также слегка подтонируем. С гаммой здесь вроде бы все нормально, но можно чуть-чуть подвинуть. Примерно вот так. И наконец перейдем в синий канал. И здесь тоже буквально самую малость. Мы подтонируем тени в теплый оттенок. Примерно вот так. Это, в общем-то, едва заметно, но тем не менее различимо. Теперь давайте скроем палитру свойства. Эти слои можно объединить в группу. Выделяем с нажатой клавишей Shift. Нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-G. И называем эту группу готом. Теперь, если мы будем разворачивать эту группу, у нас здесь есть два корректирующих слоя. И мы можем изменять эффект по своему усмотрению. Получается вот такая интересная, контрастная, черно-белая картинка. И сразу абсолютно меняется настроение снимка. При желании сюда можно еще добавить виньетку. Давайте я расскажу, как это делается. Создадим новый корректирующий слой. Цвет возьмем примерно вот такой. Нейтрально-серый. Затем перейдем на маску. Нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-A, чтобы выделить все. Теперь идем в меню выделения. Трансформировать выделенную область. Связываем ширину и высоту. Нажимаем вот сюда. И здесь вводим значение 95%. Вот так. У нас будет небольшая такая черная виньетка по краю. Хотя виньетка это даже сложно назвать. Это скорее как рамочка. Выделение у нас равномерно трансформировалось с краев. Нажимаем Enter. И заливаем это выделение черным цветом. Вот смотрите. Для этого нужно сбросить цвета. Вот у меня появляется здесь белый и черный цвет. Белый основной, черный фоновый. Теперь я нажимаю комбинацию клавиш. Ctrl-Bugspace. И у меня проявляется изображение, которое находится ниже. То есть я заливаю этот участок маски черным цветом. И соответственно вот этот слой, там где залит черным цветом, он скроется. Теперь снимаю уделение Ctrl-D. Изменяю здесь режим наложения на затемнение основы. У меня получается вот такая рамочка. И теперь мы эту рамочку немного размоем. Идем в меню Filter. Размытие. Размытие по гауссу. Подбираем необходимый радиус. Нажимаем ОК. При необходимости нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-J. И дублируем этот слой. Если у нас здесь появляется цвет, то можно поступить следующим образом. Изменить режим наложения на умножение. Или на линейный затемнитель. Тогда цвета здесь не будет, а будет уже просто затемнение. И также можно здесь заменить на линейный затемнитель. При желании можно размывать эти слои по отдельности. И таким образом получать более такую мягкую рамочку. Рамочку также можно объединить в группу. Выделяем слои. Нажимаем Ctrl-G. И вводим здесь название Border. Теперь мы можем по отдельности регулировать как силу эффекта рамки. Так и открыв группу Gotham с корректирующими слоями. Регулировать здесь силу эффекта. И настраивать сами корректирующие слои. Например, можем здесь понизить непрозрачность слоя уровня. И тогда контраст у нас будет поменьше. Но, конечно, эффект уже будет несколько не тот. Я надеюсь, что данный урок принесет вам пользу. И вы будете использовать полученные знания для обработки своих фотографий. Эти действия очень легко прописываются в экшен. И можно применять этот способ для пакетной обработки большого количества фотографий. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Евгений Карташов. До встречи на следующих уроках. Продолжение следует...